Ребятушки, мой привет. Короче, обещанная моя презентация, значит, да, презентационный. Что? Стою я, в общем, можно сказать, как и кумаер, да, в Иленёве, который уже начался и закончился. Вот поэтому я даже не знала, где выбрать место и откуда начать и где потом закончить, потому что он как бы потом вверх пойдёт, да. Сейчас я вам покажу, но я решила, значит, там мне уже дяденька один обозначил, значит, как идти, да, к этому Костелушке, в Иленёву, которому дают 12 век, да, как обычно. Вот. Он мне сказал, что он там просто уже, скажем так, ну, свободный для посещения, там раввины, раввины, да. Ну, раввины, это значит, типа, что всё, остатки, остатки было роскоши. Былой никакой, не былой. Это для них было, я, как бы, для меня это либо не до, да, не доросло, либо переросло, да, уже, значит, исчезает. Вот. А, кстати, получается, что, в общем-то, Виленёв совсем недалеко от роста. Я-то думала, он ближе, ну, да, в Маир, чтобы было бы тогда ещё подальше приехать на Ла Саль, да, Ла Саль, Ла Сале, вот, и заснять там тоже безумное, безумное. Ну, так как я уже обещала приехать в этот Виленёв, знаете, я такой человек, что я, конечно, долго обещаю, но если обещала уже, ну, вот проезжаем, думаю, знаете, получится, что я, может быть... Потому что, в общем, у меня такие там изменения грядут в жизни, что, может быть, получится, что я как раз в тех местах буду гораздо чаще, да, чем, например, вот здесь. Я просто говорю, что я не думала, что, в общем, так недалеко от роста. Если б я знала, что это так недалеко от роста, я бы, конечно, побольше поспала. Вот. В общем, такая моя презентация. Сейчас я вам перевяжу, переведу, пока мы тут стоим. Палку я не надеваю, да, ну, в общем-то... Можно тут хорошо поснимать и без палки наши все вещи. Ну, а потом, естественно, я всё это уже ещё раз пересниму. Вот. Сейчас я вам переведу. Покажу вот так вот, значит, всё как бы, ну, вкратце. Общим планом, да, вот таком на... На прямом телефоне, потому что я вам говорю, что, вы понимаете, когда я записываю себя, мне приходится это делать без палки. Я вам показываю, что вот куда вниз ещё идёт, да. То есть я, видите, как бы наверху стою. Вот. Потому что я вам говорю, что когда снимаешь, во всяком случае, на моём старбеневском телефоне, на дурацком, у меня, получается, если с палкой снимать, то это... Я всегда в сторону смотрю. Вот. Поэтому я снимаю первое видео с собой, когда я снимаю без палки, да. Вот такой сильный ветер. В общем, сейчас я вам всё тут обведу. Хочу показать вам наши изделия чугунные, да, вот рычащие. Да, мне жалко, что я, конечно, сегодня... Мне прямо вот не прёт с железной дорогой, но... Дело в том, что хочу сказать, что завтра-то мне день рождения. То есть с ночью я сегодня уже рожусь. Вот. Вот туда я сейчас пойду. Так что небольшой трекинг у меня сегодня тоже присутствует. Вот. Сейчас я вам в общем плане покажу. То есть мы здесь проезжали, я с автобуса пыталась вам снимать. Вот эта вот церковь, которая, да, вот по диагонали стоит. Так вот. И, в общем, я уже завтра опять поеду в эту сторону, только я поеду в Кумайер. То есть я ночью завтра буду ночевать, да. То есть я ночевать буду завтра в Кумайер. Вот. И... Ну, как обычно, да. И во вторник у меня в Кумайер есть одна встреча. Можно сказать, вы знаете, судьбоносная. То есть вот опять же, да, затмение произошло вчера. И затмение произошло вообще на моих градусах рождения практически. Вот. То есть я родилась 22, там, 36 минут, да, 22 градуса. А затмение было 22, ну, ровно в 22 градусе, да. Можно верить, можно не верить, но у меня просто за эту неделю произошли вообще невероятные... Вот, смотрите, тоже домик, стены, видите, торчит. Вот построили, да. То есть строили стены, да, и решили тут еще вот как бы из стены еще и такой домик построить, да. Вот это... То есть у меня просто на этой неделе произошли небывалые перемены. Вот что, значит, называется. Два года ползала в одной стороне гор. Ну, в одной стороне Вальдаоста вообще, да. Вот. А судьба может меня связать с этой стороной Вальдаоста, которую я всегда считала суперкрутой, потому что Монблан – это Монблан для меня, да. То есть, ну, Червино – гора тоже, конечно, естественно, но, ребята, Монблан – это Монблан. Потому что Червино, честно говоря, я когда жила в России, я вообще не знала про Червино ничего, а уж Монблан я знала, понимаете. Вот. Я вообще думала, что Червино – это... Ну, то есть я вообще не понимала про Рах ничего особо. То есть я думала, что Червино – это Доломити. Доломити – это, знаете, у нас там ближе к Словении, там, Кровати. То есть Вениту, да. Регион Вениту. Вот. Я думала, что Червино – это у нас Вениту. Видите, тоже вот. Вот там вот что-то. Железная дорога, посмотрите. Вот она. Видите, выплывает откуда-то. Из-под горы, видите. Смотрите. Сейчас мы туда зайдем. Видите? Вот туда заходит туннельчик, кстати. Так-так-так. Где туннельчик у нас? Ага-ага. Сейчас мы поближе подойдем. Видите, не зря я сюда пришла. Вот. И вот смотрите, получается, две недели назад я просто не вообще, не подготавливаясь, ничего. Слушайте, точно так же я сделала теперь второе образование. Точно так же. У меня была Мишелька, ей был котик, да. Я приехала, до полтора годика, я приехала домой просто навестить маму в сентябре. Вот. И мы с ней решили, такие, идем как-то гуляем с ребенком мимо университета Петрозаводского. И мама говорит такая, слушай, а может быть подашь документы на второе, на юридическое? Ты же хотела всегда. Я такая, давай попробуем. И вот, понимаете, я уже просто через неделю я была зачислена. Это невероятно, понимаете? Как бы, и вообще не думала, как я смогу ездить, не смогу с Италии там. Наш мост абсолютно ведь. Показать людям, которые не верят. Вот. То есть Веленев у нас еще, получается, значит, не так уж и высоко. Раз мы не так далеко отъехали от Аосы, это первый как бы подъем, получается. Ну, слушайте, нормальная железная дорога, да? Слушайте, давайте так сделаем. Сейчас я, сейчас я, видите наш мостик, сейчас я туда на другой уже перейду, на другую сторону. Давайте я вот презентацию сделала, да, себя показала на 7 минут. Вот, сейчас я, значит, надену палку. Вот, понимаете, да, вот такая поэзия, да, вот такая поэзия маленькая. Не какая-то вообще тут ничего, я не вижу даже фабрик. Хотя всегда фабрик у нас, даже около совсем маленьких поедет, да. И вот такой вот отгрохать мост, да, вот. То есть, вот такой вот не мост даже, да, это стена, дорога, то есть. А костылушка вообще наверху. Посмотрите, в 12 веке, получается, вот могли такое отстроить. Потому что не могли же это построить позже, чем костылушку, да? Вот, вот, посмотрите, да, это просто. И посмотрите, какое деление. Опять разметку не забываем смотреть, да. То есть, камни еще не блоками отдельно лежат, а еще только прорисована, только прорисована разметка. И сейчас мы все ближе и ближе и ближе подходим к этой железной дороге. К ней вообще, наверное, не подойти даже, я хочу сказать. То есть, посмотрите, опять же, вот этот туннель выходит вообще просто по диагонали. Сразу видно отсюда, что он по диагонали, да. То есть, он по диагонали входит куда-то вот туда, под гору. Посмотрите, под эту гору. То есть, это тоже не маленький массив, то, извините меня, да. Это вообще какая-то, посмотрите, крепость. Крепость вообще просто вот на ответственность. Вот так вот, так, так. Чем более неудобнее, тем лучше мы построим строение, да. Так, ну ладно, давайте я вас здесь сейчас бросаю и ставлю палку. То есть, те, кто меня смотрит, естественно, будут продолжать. А вот меня хотели высадить вот там, вот этот Сан-Пьер. Но мы вроде там снимали с ним. Потому что я посмотрела, там было Муни-Чипио рядом. Вроде как это, вроде как мы там снимали. Вот, вот эта Дора наша. Вот посмотрите, как она тоже со всех тут, смотрите, да. Со всех этих дыр, можно сказать. Такая огромная тут. То есть, здесь она нормальная речка, да, идёт? А там она вообще просто разбивается на два огромных там... И вот посмотрите, всё-всё-всё обработали, да. Все стены обработали. То есть, понимаете, вот этот Кумаер же идёт от этого Дора, да. Вот. Кстати, я сейчас, я ведь помните, я обещала вам там тоже мост романский снять. А я его не нашла. Но потом я... Сейчас теперь я уже поняла, где. То есть, если у меня... Завтра, если я приеду, не очень поздно, а скорее всего поздно. Но у вас, оказывается, как минимум во вторник у меня будет время заснять. Там нужно было... Какое-то расстояние перейти, в общем, чтобы заснять вот этот мост. Он есть. И там прямо он выходит. Огромный вот такой широкий, мощный, романский мост из дома. Понимаете? Ну, как обычно, да? У нас это... Уже часто это всё видели. Вот. В общем, это... Что я хочу сказать? Про Доро что-то говорила. А, что... Вот. Только от Аос... Ну, от Хоны, да? Получается, Доро же она идёт вниз туда, в Понсан-Мартен. Потом не знаю, куда она идёт. Впадает в По, наверное. Это... Ну, до Понсан-Мартен она идёт. Я вам говорю, что там... И они обе слис. С огромной рекой. Лис, которая с Грисоне стекает, да? С Вали-Грисоне. С гор Грисоне, да? С 3000 метров. Вот это... А... Вот 70 километров только до Хоны-Бар... То есть 70 километров... 80 километров до Хоны-Барт. А Хоны-Барт там ещё, да? 5 километров. Вот примерно 85 километров до Понсан-Мартен. Да? И всё время, на всей своей практически... Значит, своей хождении, да? Это... Это Дора наша. Она всё везде обработана огромными вот этими стенами, блоками. Да? Представьте, вот... Вот просто как вообще невероятно энергичные люди, да? Были. Это просто... Вот она, вот она. Это железная дорога. Слушайте. Ну, всё равно железная. Посмотрите, как вот это вот... Как всё тут заворачивается. Всё, видите? Вот эта вот... Вот эта вот плавная, значит, волна, да? Просто, посмотрите, да? Вообще просто невероятно вся эта плавная линия. И там вот абсолютно из перевёрнутого там пространства и этого туннельчика арки выходит железная дорога, да? Это просто невероятно, невероятно. Невероятно. Которая никому вот не сдалась, да? Пока что, во всяком случае. То, что я прочитала, что вроде собираются, как в Швейцарии, мол, пустить через Аосту до Кумайера вот этот какой-то электрический поездок. Ой, блин, собачка идёт. Вот, вроде эта собачка хорошая. Да, вроде эта собачка хорошая. Только что я меня спросила, собак нету? Ну, какие собаки тут? Вот, посмотрите, сейчас я всё-таки хочу подойти к железной дороге. Вот она откуда-то там вышла с моста. Там, наверное, хорошо видно. Наш вот... Мне нравятся эти образуры такие, да? Там хорошо видно будет мост. Не мост, а железную дорогу, чтобы поизучать. Вот. В общем, всё, ребятушки, давайте, одевай палку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok